Привет всем, меня зовут Глеб Исиницкий, это мой блог о том, как я делаю игру, и... Мне кажется, я слишком много болтаю. Я разрабатываю игру уже месяц, но на самом деле я практически не разрабатываю игру. Я столкнулся со всеми теми проблемами и страхами, с которыми сталкивается любой другой человек, который начинает что-то новое. Это в том числе и боязнь начинать что-то новое, и боязнь облажаться, потому что я не просто начинаю. Я еще тут на всю страну анимационную начал твердить, что я сделаю игру, я кручу всех, и это определенная ответственность. И какое-то время я понимал, что я просто не знаю, с чего начать. Я всегда говорю, что вся наша проблема из-за нехватки информации. Почему я не знаю, как сделать игру? Потому что я не обладаю этой информацией. И все очень просто. Чтобы мне сделать игру, мне нужно эту информацию получить. В общении с друзьями и с коллегами, с теми, кто разбирается в играх чуть больше, чем я, я выяснил. Оказывается, чтобы разработать игру, нужно сделать геймдизайнерский документ. ГДД. Это документ, в котором основные моменты по игре, техническая часть, творческая, будут прописаны. У меня его нет. Надо его сделать. Если вы все держите здесь, то рано или поздно это здесь превратится в кашу, потому что мысли очень хаотичны. Зафиксированная информация в каком-то виде, она имеет гораздо большую вероятность просуществовать, долго не измениться, и вы всегда к ней можете обратиться. У меня есть очень красивая тетрадка, на которой я рисую свои арты и записываю, чем придется, карандашом и ручкой, всяческие идеи, практически все, что приходит в голову. Я сейчас читаю классную книгу Алексея Савченко «Игра как бизнес». И практически в самом начале книги автор предлагает разработчику начинающему задать себе несколько вопросов и ответить на них. Вот, я буду подсматривать. Итак, это будет хобби-игра. Эта игра не направлена на прибыль. Игра планируется как мобильная, либо на персональном компьютере, это будет оффлайн. Какая-то однопользовательская компания, ничего больше. А дальше автор предлагает оценить себя по некоторым пунктам. Например, игровой процесс, математика. И вот я себе честно должен ответить, что игровой процесс я делать не умею. В математике я не очень хорошо разбираюсь. Я так себе в UI UX. Это User Interface, User Experience. Но, например, я весьма так в анимации. Я весьма неплохо в художественной части, в музыкальной, в режиссуре. Надеюсь, что в левел-дизайне, но это мы еще увидим. И исходя из этих пунктов, я буду делать свою игру. Я буду показывать то, что у меня хорошо получается. И я буду не показывать то, что у меня плохо получается. И исходя из этих пунктов, я пришел к такому решению. Что это будет за игра? Это будет интерактивное путешествие с простыми головоломками, катсценами и большим количеством классных анимаций. Будет анимация, будет какая-то история, будет много художественного арта из моих персонажей. И будет какая-то очень простая механика, которую я могу сделать даже я. Мне вспомнилась одна замечательная игра, которая называется The Garden Between. В этой игре очень-очень простая механика. Там можно мотать время, либо вперед, либо назад. В игре есть уровень, по которому перемещаются персонажи. И у этих персонажей уже есть анимация. Они ходят, бегают, прыгают, куда-то падают. И она уже заранее готова. Игрок просто нажимает, допустим, мотать вперед время. И они идут, прыгают, лазают, что-то там друг с другом общаются. Но в какой-то момент я всегда могу остановиться, нажать кнопочку назад. И это все пойдет прямо назад. Вот так вот. Но интерес к игре добавляет то, что вы можете отмотать, например, вперед. Взять какой-нибудь предмет. Например, там фонарики нужно собирать. Ты отматываешь вперед, берешь фонарик. Отматываешь назад. И этот фонарик кладешь куда-нибудь. И проходишь дальше. И вся механика основывается на том, что ты делаешь что-то либо отмотав вперед, либо отмотав назад. Мне очень захотелось сделать подобное что-то и в моей игре. Я подумал, а что если у меня персонаж вообще никуда ездить не будет? Пусть если он будет просто в центре кадра стоять, а мотаться будет мир мимо него. Знаете, такие были лабиринты, которые мотаешь, а там шарик в зависимости от того, куда ты наклонишь, он куда-то там пропадает, падает. И что если это что-то подобное будет? Мне очень хочется не нагружать себя какими-то математическими и программистскими трудностями. А хочется сосредоточиться именно на художественной части. В общем, производство идет. Оно идет достаточно медленно. У меня начались курсы, у меня есть работа. Я переезжаю. Поэтому я стараюсь все свободное время уделять каким-то записям, какому-то поиску. И в следующих выпусках я буду делиться информацией непосредственно уже по разработке. Спасибо, что вы это смотрите. Спасибо, что вы это слушаете. Спасибо, что вы где-то, может быть, даже переживаете. Спасибо всем. Тем, кто поддерживает и тем, кто меня иногда даже ругает. Есть даже такие. И это очень здорово. Это процесс. Не важно, откуда вы берете мотивацию. Если вам нужен пендель, я уверен, найдутся люди, которые дадут вам этот пендель. Всем спасибо за просмотр. Я смог. Сможете вы. Давайте сможем все вместе.